Заметка Электрика Это импульсный режим. На номинальном режиме можно выдавать около 200 ампер, что нам и требуется. Подключил на первый полюс 1-2, назовем это полюс фаза А, с помощью шестигранника подключил силовую цепь от устройства Retom. На один из полюсов подключил преобразовательный датчик, или другими словами, пояс Роговского, для измерения тока в этой цепи, в одном из полюсов. Вот этот датчик, он связан с синим кольцом. Здесь я выставляю свои параметры. В моем случае ток будет до 300 ампер. Переключатель в среднем положении. Ну и включаю сам датчик. Датчик связан с устройством Retom 21 и подключен на выводы PV1. Включаем Retom. У сети сразу определяю, 236 вольт, напряжение в норме. Так, ставим переключатель на источник 3, на выход 200 ампер. Я хочу измерять ток 5-го выхода. Дальше я хочу измерять время, за сколько у нас автомат отключится. Войдем в раздел меню. Источник у нас длительный будет. И секундомер будет стандартный. Старт будет осуществляться от источника 3. Остановится секундомер. При потере напряжения в датчике преобразователей тока. Вернее. 66 вольт. И так можно начинать. У данного автомата мне нужно проверить только тепловой расцепитель. Есть подозрение, что данный автомат вложно и заранее отключился. При токе даже меньше, чем номинальный. Поэтому их принесли на проверку. И мы договорились проверить только тепловой расцепитель. Расцепитель, тепловой расцепитель при температуре плюс 30 градусов. При нагрузке каждого полюса двухкратным током, то есть 200 ампер, должен сработать у данного автомата за время от 30 до 500 секунд. И так, наводим 200 ампер. Так, включаем выход. Наводим 200 ампер. Так, время у нас уже, правда, идет. Отключаем, сбрасываем секундомер и снова включаем. Отчет времени пошел. То есть вот 200 ампер, время, идет прогрузка автомата. Кстати, автомата от компании КАС, Курский электропарадный завод. У нас на предприятии очень много изделий, данной компании установлены автоматы. Ну, в основном это автоматический выключатель. Достаточно известный бренд, достаточно надежный в эксплуатации. В принципе, я думаю, что нареканий к данному автомату не будет. Ну, посмотрим. Итак, тут немножко ток падает. Его надо корректировать. То есть вот, поставим 200 ампер. Время уже прошло 50 секунд. Автомат немножко гудит. Так, садится у меня аккумулятор на камере. Не знаю, хватит, не хватит, но смотрю. Время продолжает идти. Уже 124 секунды. Ток 200 ампер. Автомат еще не отключился. 150 секунд. 160 секунд. 170 секунд. 180 секунд. 190 секунд. Отключился. Автомат отключился. Время у нас составляет 190 и 9 секунд. Вот это фиксированное значение, которое зафиксировал ритом. То есть, ток был 199,7. Ну, это последнее измеренное. И время 191,9 секунд. То есть, согласно характеристике, данное время удовлетворяет вот я тут выделил. от 30 до 500 двухкратный. Ну, я потом картинку вставлю в видео. Ну и все. Так дальше. Проверяем еще. Даем автомату остыть. Проверяем остальные два полюса. И делаем заключение об исправности теплового рассыпителя данного автомата. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok